Здравствуйте! В эфире МТРК новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите в этом выпуске. На севере страны построят этно-аул. На реализацию этой идеи потратят 40 миллионов тенге. С начала года уже два североказахстанца погибли под колесами грузовых составов, что стало причиной ЧП. Яркий пример цифрового детсада – Петропавловский Алтын-Весык. Как информационные технологии помогают в образовательном процессе. В Айртаусском районе новый руководитель. Его возглавил 47-летний Бейбут Исманов. До назначения он 6 лет руководил областным управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Активу района его представил глава региона. Репортаж Кристины Горбаченко. Кандидатуру Бейбута Исманова на пост Акима района местным депутатам на согласование вынес глава региона. Народные избранники единогласно сказали «да». После Кумар Аксакалов представил активу района нового главу. Бейбут Киргешич, он сам закончил в 1997 году Североказахстанский госуниверситет по специальности автомобилей, транспорт. Работал руководителем аппарата Акима города Петропавловска. Работал заместителем управления автомобильного транспорта. И вот уже на протяжении 6 лет возглавляет данное управление. Поэтому проблему, которая на слуху у многих наших жителей района, области, качество автомобильных дорог, он знает не по наслышке. Поэтому я думаю, что самое активное участие примет для того, чтобы нормализовать этот вопрос прежде всего у себя в районе. А на эти цели в текущем году для района выделят 1 миллиард 100 миллионов тенге. Отремонтировать дороги в первую очередь нужно к туристским объектам района. Поддержать перспективные проекты бизнесменов, которые дадут толчок к развитию этой отрасли. Такую задачу ставит перед новым Акимом Кумар Аксакалов. Он считает, если не будет инфраструктуры, предприниматели не захотят вкладывать деньги. У нас в области, в этой сфере работает только 511 человек. Мы знаем, что можно намного больше людей привлечь. Поэтому я давал поручение здесь отработать. Азам Ахмедзанович начал. Теперь Бейбут Киркейшич должен усилить это и сделать очень интересные проекты. Здесь нужно в целом масштабно рассмотреть, как мы будем развивать Шалкарскую и Монтаусскую зону. Без внимания не должны остаться и остальные сферы экономики. Уже весной аиртауцам нужно увеличить площадь масличных – 60 до 80 тысяч гектаров. И готовиться к покупке сельхозтехники. Она в этом году станет доступнее. Вчера встречался с министром сельского хозяйства. Очень высокая вероятность того, что решение будет принято. И вместо 14,5, 15% ставки финансирования через агрофинанс, техники имеется в виду, она будет снижена практически в два раза. Если мы в 2011 году, когда ставка рефинансирования стоила, была 11%, мы брали по области 258 единиц техники. В этом году, вернее в прошлом году, мы взяли только 58, поскольку ставка выросла. Сейчас эта ставка будет тоже снижаться. И это будет реальная помощь, государственная, для того, чтобы сельхозники взяли хорошую технику, на ней поработали и получили соответствующие результаты. В промышленности Айртаусского района неплохие показатели. В этом году на контроль нужно взять реализацию проекта АО «Сырымбет», где инвестиции составят порядка 100 миллиардов тенге и будет создано около тысячи рабочих мест. Бейбуту Исманову глава региона пожелал успехов на новом месте и отметил, к продуктивной работе нужно приступать с первого дня. Эстафету новому главе передал Акзам Тастемиров. Акимом Айртаусского района он проработал 4 года 7 месяцев. Я думаю, перспектива потенциала Айртаусского района огромна. Есть недры, которые еще не освоены, есть переработка, которую мы начали и продолжаем. И самое главное, знаете, мы расшевелили и дали, как сказать, поддержку предпринимательству, малому и среднему бизнесу. Благодарю всех за совместную работу. Теперь он займет должность руководителя областной территориальной инспекции в агропромышленном комплексе. Отмечу, 2018 год в Северном Казахстане начался с кадровых перестановок. В рамках ротации кадров поменяли руководителя уже 5-го района области. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Во время поездки в Айртаусский район Акимобласти Кумар-Аксакалов встретился с сельскими предпринимателями и посетил санаторий Арка. Раньше он назывался Шалкар-Су и находился в ведении МВД. Кристина Горбаченко расскажет, как в целом в районе будут развивать туризм и другие сферы экономики. Как развивается Айртаусский район по отраслям, рассказывают ответственные руководители отделов. В 2017-м в сельское хозяйство пришли три крупных инвестора. ТО Лобанова закупила 200 голов КРС, готовы строить откормочную площадку. Увеличивают поголовье скота и остальные хозяйства. Есть планы по строительству дополнительных баз и цехов. Фермерское хозяйство Горбаченко, за 200 голов племяное хозяйство, они действительно красивые, хорошие базы, будут строить родительные отделения. Кроме этого, еще есть Красногорка у нас, хозяйство, приехали со стороны ребят, поставили базу буквально в ноябре на 200 голов. Но сейчас они имеют в молочной стадии 70 голов. Будет еще базу строить, лошадей сейчас завезли. Животноводственные руководители, которые будут реализовывать, которые мы будем помогать из бюджета, давать субсидии, в обязательном порядке должны реализовывать цифровые технологии. Акимобласти отмечает, Северный Казахстан – единственный регион, где сельхозтоваропроизводители получают субсидии на развитие животноводства. Поэтому заниматься этим направлением выгодно. Решаются и вопросы экспорта. В этом году к трем селам подведут воду, будут строить модульную котельную в райцентре и тепловые сети. Из 18 домов, которые должны получить центральное отопление, 4 уже подключили. Каждый год по одному дому должны запускать. Обследование провели. Там пока девятиэтажки, в связи с тем, что нужно будет лифтовое хозяйство, пока не будем. А пятиэтажки мы должны запустить. Айртауцы – одни из самых активных участников госпрограмм по развитию малого и среднего бизнеса. В 2017-м в районе открыли 27 новых объектов. По дорожной карте бизнеса 2020 одобрили 10 проектов на 224 миллиона тенге. Господдержкой воспользовалось руководство Кокшетауского гормолзавода. В Саумалколе у предприятия есть свой производственный цех. А летом планируют выпустить первую партию твердого сыра. Он уже такой брендовый, то есть город Астана, у нас фирменный магазин. Одно, вот, и мы сейфи-маркет работаем по пикболу, Омску уже с вашего аирбаза продают. То есть, проблемные. Сейчас только качественные продукты, я думаю, что живые. Здесь аирбаза хорошая. Рассказали айртауцы и как будут развивать и Монтауско-Шалкарскую туристическую зону. Бизнесмены планируют улучшать условия для отдыха, строить новые домики, палаточные городки, рестораны и развивать досуг отдыхающих. Глава региона отметил, проекты должны быть современными и рентабельными. Архитектурно они должны выглядеть свежими. Там должна быть соответствующая культура. Мы будем за этим смотреть. И я понимаю, что проекты в сфере туризма, они очень долго окупаемые. Поэтому инвестор, когда вкладывает деньги, он должен понимать, что проект возможно окупится через 3-4, а может быть и более лет. Если там будет не очень хорошо, то срок окупаемости данного проекта будет значительно больше. Новый Аким район должен персонально работать с инвесторами в области развития туризма. Со стороны государства поддержка будет, заверил Кумар Аксакалов. Когда мы увидим, что действительно очень большие идут вложения, создается новая, современная база, где будет все по-другому, тогда мы пойдем массово деньгами со стороны государства. Инфраструктура, электричество, вода, газификация. Мы даже можем газифицировать ваши объекты. В Володарском сельском округе, 800 метров от Шалкара, планируют организовать площадку под автокаравайнинг. Она займет один гектар. Еще на 65 сотках будет этно-аул. На территории этно-аула будут размещены 10 домов в этнокультурном стиле, 9 полуют под торговые павильоны, где будет распродажа сувенирной продукции для туристов, а также изделия мастеров декоративно-прикладного искусства нашего района. Также будут установлены малые архитектурные строения, будет подведено электричество и вода. Работы по строительству этно-аула начнутся в апреле. Стоимость проекта – 40 миллионов тенге. Это средства из районного бюджета. Кумарак Соколов отметил – идея хорошая, но месторасположение неудачное. Все эти объекты должны находиться ближе к озеру и быть в шаговой доступности. Но для этого нужно договариваться с национальным парком. Это их земли. Это будет заведомо убыточный проект, если мы далеко от воды. Близко должно быть все. Приехали, прошел бешком, скупался, и потом лес должен быть совсем рядышком. Это неправильно. Давайте туда двигаться. Будем договариваться с национальным парком. А это некогда известный санаторий Шалкарсу. Когда здесь последний раз был ремонт, никто не помнит. Долгое время объект находился на балансе МВД. В прошлом году на аукционе его выкупил бизнесмен. Работает зона отдыха только в летний сезон. В день здесь бывает больше 50 человек. Работает 40 человек, штатная единица, в течение 4 месяцев. А в зимнее время, во время консервации, остается 5 человек. 4 охранника и один исполняющий обязанность директора. Хороший, перспективный санаторий. Медицинский корпус проходили. И еще грязелечебность представляет такой лечебный. А в основном это приезжает заради озера. Озеро вообще прекрасное, лечебное озеро. Но чтобы это природное место соответствовало стандартам, нужно провести капитальный ремонт корпусов. Будут ли на это деньги у предпринимателя в этом году, он сказать пока не может. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. В Петропавловске прошло заседание коллегии трудовой инспекции и управления координацией занятости и соцпрограмм с участием Акима области Кумара Аксакалова. На ней подвели итоги работы за год, обозначили планы. В 2018-м в республиканском рейтинге по уровню зарплаты наша область наконец вырвалась из списка аутсайдеров. Сейчас мы на 14-м месте. Оклады североказахстанцев выросли на 6,5%. Они составляют порядка 108-103 тысяч тенге. Но это все еще ниже среднего показателя по стране. Положительную тенденцию нужно продолжить, отметил Аким области. Также он поставил задачу предуправлением координации занятости и соцпрограмм уменьшить количество самозанятых. В этом в списке 79 тысяч человек. Почти 40% из них индивидуальные предприниматели. Именно они и последние платят налоги. Из тени планируют вывести около 14 тысяч североказахстанцев. Глава региона акцентировал внимание Акимов районов и сельских округов на необходимости составления правдивых отчетов по трудоустройству населения. 30 тысяч 700 человек у нас в целом общее трудоустройство за 2017 год. Отсутствует пенсионное отчисление у 2280 человек. Вот Акжарский район у 20% людей, те, которые были трудоустроены. Мамлюдка 13,3%. Макжан Жумабаев 11,6%. Акимов районов слушают сейчас. Они на конференц-связи. Либо это просто опять бравые отчеты, что мы устроились. Но устроили. Но вот это количество людей не платит пенсионные взносы. То есть идет несостыковка. Опять-таки желание показать желаемое за действительное, вот надо здесь еще разбираться. То есть все ваши отчеты мы будем проверять. Подробный репортаж о заседании коллегии по вопросам социальной и трудовой сферы смотрите в наших информационных выпусках 14 февраля. К другим темам. Опасный переход. С начала года на Южно-Уральской железной дороге погибли 4 человека. Двое из них в Североказахстанской области, остальные на российской территории. Причины происшествия сейчас выясняют полицейские. Ведется досудебное расследование. Подробнее расскажет Ольга Файзулина. Каждый день на вокзал Петропавловска прибывают десятки поездов. Для пассажиров это транспорт дальнего следования, а вот для пешеходов может таить смертельную угрозу. С начала года уже два североказахстанца погибли под грузовыми составами. Первый несчастный случай произошел 31 января. В пригороде, не доезжая с станции Петропавловск, у нас гражданин республики Казахстан, 1988 года рождения, он не соблюдал меры своей безопасности на ЖД путях, где на этих путях очень большое интенсивное движение поездов. Спасти мужчину не удалось. Второй несчастный случай зарегистрировались спустя неделю, 8 февраля. Грузовой поезд направлялся из Петропавловска в Курган. Шел со скоростью около 80 км в час. В это время железную дорогу переходил мужчина. Машинист не успел среагировать. От полученных травм пешеход скончался на месте. Причины произошедшего выясняются. По обоим случаям ведется досудебное расследование. В этом году уже было выявлено административное правонарушение 377. Из них, конечно, самое большое количество у нас приходится на статью 559 часть 5. То есть переход в неустановленном месте на ЖД-путях. 234 граждан были привлечены к административной ответственности. С 12 по 14 февраля на железной дороге проходит акция «Нулевая терпимость». Пока нарушителей только предупреждают об угрозе их жизни. Если же задержат повторно, то полицейские выпишут штраф около 7 тысяч тенге. За первый день акции уже выявили 20 правонарушений. Ольга Файзулина, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Наркомания не проблема, а беда. Во всех образовательных учреждениях города прошли лекции о вреде запрещенных веществ. Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом рассказали школьникам и студентам о пагубном воздействии на здоровье спайсов и солей. Старший оперуполномоченный Жанар Байгазина рассказывает студентам колледжа имени Макжана Жумабаева об опасности запрещенных веществ. Каждый месяц в мире появляется до 10 видов наркотиков. Медикам становится сложнее спасти пациентов от передозировки, так как не могут определить состав и дозу зелья. Наркомания – это та болезнь, которая не лечится. Если физически эту болезнь еще можно как-то купировать, то психологически уже нет. Психологически человек становится зависимым от этих веществ навсегда. Лекторы заостряли внимание молодежи на последствиях злоупотребления наркотическими солями и спайсами. Студентам напомнили, если их не запретили, это не значит, что вещества можно употреблять. Я узнала о спайсах, что это очень страшно, то, что это еще не исследовано с медицинской точки зрения, что врачи не могут бороться с этим, и поэтому они дожидаются, пока он сам отпустит, либо это, конечно, очень печальные случаи. В управлении по борьбе с наркобизнесом уделяют большое внимание профилактике. С начала года полицейские зарегистрировали 46 преступлений, связанных с наркотиками, и с незаконного оборота изъяли больше 50 килограммов запрещенных веществ. Анна Житская при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. Продолжит выпуск «Короткая реклама». Оставайтесь с нами. Впереди еще много важных и интересных тем. Жители Казахстана известны как гостеприимный народ. Очень гостеприимный народ. Самый гостеприимный народ. Наверняка вам знакома данная ситуация. Тесно. Компания «Казградстрой» решает эту проблему и предлагает своим клиентам просторные квартиры свободной планировки. Казахстанской душе больше не будет тесно. Определяйте площадь каждой комнаты самостоятельно и принимайте гостей с комфортом. Казградстрой. Сохраняя традиции. Такие цены. Песец, норка, овчи на парке. Меховая ярмарка «Эталон меха». С 14 по 17 февраля. Скидка на любую норковую шубу 100 тысяч тенге. Расслочка. Торгово-развлекательный центр «Сити-мол». Второй этаж. Московский современный художественный театр представляет. Специально к пятилетию агентства Дмитрия Столбовского. 6 марта в 19.00 во Дворце молодежи. Спектакль в постановке народного артиста России Владимира Стеклова. «Страсти по-французски». 6 марта в 19.00. Дворец молодежи. Спектакль «Страсти по-французски». Справки по телефону 33 45 67. Билеты в кассе Дворца молодежи. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Больше 10 тысяч североказахстанцев получили в этом году электронно-цифровую подпись, а в зонах самообслуживания цонов региона в электронном формате оказали почти 41 тысячу услуг. О процессе цифровизации в следующем материале. Работа в ЦОНИ теперь организована по-новому. Операционный зал по-прежнему на втором этаже, а вот на первом сектор самообслуживания. Быстро и удобно. На получение справок и других документов уходит до 10 минут. Система удобная. Сегодня получил адресную справку и справку о наличии и отсутствии недвижимого имущества. Ну потратил минут 7-10, наверное, где-то так. Тех, кто также положительно оценил, новшества немало. В электронном формате можно получить более 700 госуслуг. Цифровизация значительно экономит время, ведь теперь не нужно ходить в ЦОН за каждым документом. Достаточно получить здесь электронно-цифровую подпись. Она откроет доступ ко всем услугам на портале ЕГОВ. А если подписи нет, поможет телефон. Сервис одноразового пароля. То есть с помощью сотового телефона гражданин может получить более 30 услуг, которые доступны на портале электронного правительства. Обязательным условием является регистрация на базе мобильных граждан. То есть привязка номер телефона КИИН к человеку происходит через Центр обслуживания населения. Оператор ЦОН регистрирует человека и его телефон КИИН. Это проводится бесплатно. Далее уже при оказании государственных услуг будет приходить смс с подтверждением пароля. Весь процесс внедрения цифровизации должен сделать процедуру получения государственных услуг доступнее. Новшеств много и главное научить граждан ими пользоваться. В зоне Connecting Point разобраться с техникой помогают консультанты. Пару раз нажали на сенсорный экран и нужная справка уже в руках. В прошлом году в этом ЦОНе Петропавловска оказали порядка 70 тысяч госуслуг в электронном формате. Это на 20% больше, чем в 2016-м. Ксения Куценко, Адиль Нуржанов. Новости МТРК. Заказать необходимый товар, выбрать наряд, при этом сэкономить время и деньги. В прошлом году казахстанцы потратили на шопинг в интернете в 4 раза больше средств, чем в 2016-м. О том, насколько виртуальным продавцам доверяют североказахстанцы, узнавала Алина Быржанова. Оплатить коммунальные счета, заказать ужин, обновить гардероб, купить мебель. Для этого достаточно всего одного клика на сайте интернет-магазина. С каждым днем все больше казахстанцев предпочитают делать покупки в сети. Оценила преимущества онлайн-шопинга и Азалия Резапова. Вечерние повседневные наряды, обувь, аксессуары, спортивный инвентарь. Выбор предметов на онлайн-платформах безграничен. Свой первый виртуальный заказ она сделала около 10 лет назад. Это платье обошлось всего в несколько тысяч тенге. С него и начались походы девушки по интернет-магазинам. Помимо экономии средств и времени, Азалия ценит онлайн-покупки за большой выбор товаров. Иногда очень хочется отличиться от всех остальных, и поэтому выходишь в интернет-пространство и что-то ищешь. Но с другой стороны, нужно оценивать степень риска, потому что интернет-покупки – это дело такое. Можно столкнуться с мошенничеством, можно столкнуться с несоответствием товара, потому что продавцы часто выдают какую-то картинку очень красивую из Инстаграма за свой товар. Гаджеты и аксессуары к ним – парфюмерия, сувениры. Больше пяти лет Нурдаулет Шаяхмет делает заказы онлайн. За это время не раз сталкивался с недобросовестными продавцами. В интернете немало фейковых сайтов, которые выдают поделки за оригинал. Путают цвет, размер, задерживают доставку или вовсе не кладут товар в коробку. Со всеми этими проблемами Нурдаулету пришлось столкнуться не раз. Однажды он заказал деталь для своего автомобиля, а продавец перепутал марки машин. Возврат товара занял несколько месяцев. Я бегал, ходил в «Экзист», там же обратно сдавал. За это обратно же я платил деньги, чтобы товар туда-обратно ушел. И мне обратно переслали буквально через дней 20. То есть это примерно 60, еще 20, то это примерно дней 80. Я был уже без машины, считайте. Несмотря на все страхи и риски, количество клиентов онлайн-магазинов с каждым днем растет. В прошлом году казахстанцы на шоппинг в интернете потратили в 4 раза больше, чем в 2016. В 2 раза увеличилось количество безналичных платежей и составило 2,7 миллиардов тенге. Больше всего запросов в категориях предметы гардероба, гаджеты, бытовая техника и книги. Удобно, просто оплатил через магазин и все, через карты. Вот в этом, в принципе, все и удобство. Был один раз, запчасти заказывал, но они вообще не пришли, даже не те пришли запчасти. И все, из-за этого лучше то, что в наличии брать. Вещи, бытовую технику заказывали. Все вроде с доставкой, все нормально, без всяких конфузов. Интернетом регулярно пользуются 78% североказахстанцев. Помимо шоппинга в сети, они оплачивают счета и штрафы, получают необходимые документы. Через областной филиал Госкорпорации правительства для граждан за 2017 год в электронном формате оказано больше 823 тысяч услуг. Это почти вдвое больше, чем в бумажном виде. Алина Боржанова, Рустам Трюжанов. Новости МТРК. Воспитанники детского сада Алтын-Бесык с ранних лет на ты с современными технологиями. В обучении преподаватели активно используют планшеты, интерактивные доски, проекторы. После послания президента народу Казахстана в дошкольном учреждении внедрили еще одно новшество – инфоблок для родителей. Ольга Файзулина, подробнее. С цифровыми технологиями в детском саду Алтын-Бесык встречаешься прямо с порога. В этом году у входа установили сенсорный инфоблок. Он обошелся в 300 тысяч тенге. Родители могут посмотреть фотографии, итоги конкурсов. В общем, все последние новости группы. Нам поставили вот такую замечательную информационную доску, в которой мы можем изучить и узнать, не отвлекая наших воспитателей, узнать детское меню, узнать расписание ребенка. Даже день рождения каждого ребенка мы можем узнать благодаря вот этой доске. Новые технологии используют и для безопасности. В детском саду установили 37 видеокамер. Благодаря облачному хранению информации директор может наблюдать за ситуацией даже из дома. В первую очередь в восторге от новых технологий дети. На уроках труда они используют 3D-ручки. С ними малыши могут почувствовать себя архитекторами и дизайнерами. Я научилась рисовать ручкой 3D. Я научилась делать цветочек и очки. То, что в школах только внедряют, в детском саду Алтын-Бесык уже давно используют. В крышке робототехники малыши изучают основы лего-программирования. На экране компьютера инструкция для сборки, алгоритм движения робота на планшете. Его можно задать самому. Шесть таких гаджетов купили в прошлом году. Воспитатель Асем Ковдулова составила 10 программ заданий для детей. Говорит, с их помощью малышей легче обучить грамоте. Дети очень сильно радуются, когда они идут играть с планшетами. Они воспринимают эти занятия как игру, как игровую деятельность. Это очень наглядно, это очень ярко, красочно. Мы знаем, что наши современные дети очень любят передовые технологии. Но мы стараемся слишком много не употреблять планшеты, так как также заботимся о здоровье, о зрении детей. Детей учат счету с помощью интерактивной доски. Сейчас они объединяют в пары цифры и овощи. Логику развивают на кружке шахмат. Такие занятия дают свои результаты. Недавно один из воспитанников детского сада стал призером городских шахматных состязаний. А здесь готовят будущих ученых-биологов. Тамерис Ясимова изучает состав воды и листьев. Чтобы лучше было видно, к микроскопу подключили видеокамеру с выводом изображения на экран. Я смотрю на кробы листьев. Мне очень нравится этот микроскоп. Секрет качественного образования не только в новых технологиях, но и в сильных педагогах, говорят в детском саду. Недавно это дошкольное учреждение победило в республиканском конкурсе. Показательный пример – это участие в конкурсах по зеленой экономике. Благодаря цифровизации наш педагогический коллектив завоевал грант 500 тысяч деньги. И теперь у наших детей есть возможность использовать свою зеленую тропу. Есть, конечно, планы на будущее в улучшении материально-технической базы детского сада. Планируем, в частности, увеличить количество планшетных компьютеров. Сейчас педагоги готовятся принять участие в российском конкурсе по робототехнике. Он пройдет в Омске. На этом наш выпуск завершен. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Прогноз погоды на среду, 14 февраля. Пасмурно-снег. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 18, днем минус 16. Субтитры подогнал «Симон»